Больше 50 лет назад американская компания Pepsi добилась немыслимого для тех лет. Договорилась с Советским Союзом о производстве и продаже своей продукции в СССР. Неожиданно рекламным лицом Pepsi стал Никита Хрущев, когда его фотография с напитком оказалась на страницах западных изданий. Американской компании вообще удалось добиться в Советском Союзе уникальных результатов, уходивших далеко за пределы, собственно, бизнеса. Речь о геополитике. Pepsi смогли не только завоевать советский рынок, но и преодолеть барьеры холодной войны, приведя к частичному разоружению СССР, работая в этом деле эффективнее, чем Госдеп. Как это возможно, спросите вы? Может, все это какая-то шутка? Как напиток может разоружить страну? Да легко. В Советском Союзе за импортные джинсы, жвачку и тем более Pepsi всегда были готовы отдать все, что угодно. Факты – вещь упрямая. Впрочем, послушайте всю историю полностью и сделайте собственные выводы. Но вначале не забудьте подписаться на этот канал и нажать колокольчик для уведомлений о новых видео. Ставьте лайки и пишите комментарии. Поддерживайте автора на Патреоне и BuyMeCoffee. Но самое главное – отправляйте донаты на ЗСУ. История возникновения Pepsi и их конкурента Coca-Cola имеет много общего. Оба напитка были разработаны фармацевтами в конце 19 века с использованием орехов дерева кола в качестве одного из ключевых ингредиентов. Изначально оба напитка продавались как медицинские средства в аптеках. Пола – для лечения нервных расстройств, Pepsi – для улучшения пищеварения. Затем на сцену вышли маркетологи, начав вековую войну брендов. До 1920-х Pepsi быстро набирала популярность в США. Однако внезапный кризис на рынке сахара вызвал обвал цен и перебои с поставками, что привело к банкротству компании и раскрытию рецепта напитка. В 1931 году бренд приобрела Loft Candy Company, что позволило, несмотря на Великую депрессию, начать отвоевывать рынок у Coca-Cola. Особенно удачным ходом стало предложение газировки в бутылках объемом 12 унций – 360 мл по цене 5 центов, в то время как Coca-Cola предлагала вдвое меньший объем за ту же цену. Рекламный слоган «Вдвое больше за те же деньги» сыграл ключевую роль в популяризации Pepsi среди детей и молодежи. В ответ на действия Coca-Cola, которая обратилась в суд с требованием исключить слово «кола» из названия своего конкурента, юристы Pepsi сумели доказать, что это наименование стало устоявшимся и общеизвестным. В период Второй мировой войны Pepsi удалось обойти конкурентов, таких как Royal Crown и Dr. Pepper, заняв почетное второе место среди газированных напитков в США, уступив лишь Coca-Cola. В 1947 году Дональд Кендалл, ранее служивший военным летчиком, начал свою карьеру на производственной линии завода Pepsi-Cola. За следующие 9 лет он добился 6 продвижений по службе. В итоге в 1956 году заняв должность вице-президента, а уже через год возглавил международное направление Pepsi. Осознавая необходимость расширения для дальнейшего роста Pepsi, Кендалл нацелился на захват иностранных рынков, где Coca-Cola уже имела сильные позиции, особенно в Европе. Удвоив международное присутствие компании с 60 до почти 120 стран, он особо стремился выйти на рынок Советского Союза, несмотря на очевидные трудности из-за отсутствия рыночной экономики и частной собственности в стране, а также из-за идеологических разногласий с Западом. Кендалл не только успешно продвигался по карьерной лестнице, но и активно занимался налаживанием политических связей, в частности с Ричардом Никсоном, который в 1953 году стал вице-президентом США. Эти связи оказались ключевыми, когда в СССР, демонстрируя технологические успехи, такие как запуск первого спутника, Хрущев заинтересовался культурным обменом с США, что стало возможным для Кендалла продвинуть Pepsi на советский рынок. На американской выставке в Москве в 1959 году, где Coca-Cola и другие американские бренды с опаской относились к ассоциации своих продуктов с СССР, Кендалл убедил Никсона помочь ему организовать встречу Хрущева с Pepsi. Этот шаг превратился в эффективный рекламный ход, когда Хрущев после дегустации напитка выразил свое одобрение, что было запечатлено и широко распространено через СМИ. Однако, в целом, после выставки отношения между США и СССР ухудшились, и на протяжении следующих десятилетий произошло несколько крупных международных кризисов. Несмотря на эти трудности, Кендалл не потерял надежды и продолжил стремиться к реализации своей цели – проникновению на советский рынок, что стало возможным в 1970-х годах, когда отношения между странами начали налаживаться. К тому времени Кендалл уже занимал пост генерального директора Pepsi и успешно расширял присутствие компании в странах Восточной Европы. В 1970 году Дональд Кендалл направился в Москву для встречи с Алексеем Косыгиным, председателем Совета Министров СССР. В ходе переговоров Кендалл совершил удачный пиар-маневр, достав навстречу радиоприемник, маскирующийся под банку Pepsi, который вручил Косыгину. Этот необычный подарок поднял настроение обычно строгому главе правительства, что способствовало началу переговоров о вводе напитка Pepsi на советский рынок. Основная сложность сделки касалась финансовых вопросов. Советские рубли не имели стоимости за пределами страны, а доллары не использовались в СССР. Однако Кендалл был подготовлен к этому благодаря совету от бывшего американского посла в СССР Льюэлина Томпсона, который предложил осуществлять обмен товаров в виде бардера. В итоге удалось заключить сделку, предусматривающую обмен на напиток, чего бы вы думали? Советской водки. После продолжительных переговоров 16 ноября 1972 года было объявлено о начале продаж Pepsi в СССР с 1973, в замен на что компания получила эксклюзивные права на импорт водки столичная в США. В весне 1974 года в Новороссийске был открыт первый завод по разливу Pepsi в СССР. За ним последовали другие города, включая Москву, Ленинград, Киев, Ташкент, Евпаторию и Италлин. Документы ЦК КПСС показали, что с 1973 по 1981 СССР экспортировало в США водку на сумму 25 миллионов долларов, что в рублях составило бы около 164 миллионов, в то время как продажи продукции Pepsi в СССР принесли 303 миллиона рублей. Эти результаты стали заметным успехом компании, учитывая, что до этого потребление Кока-Кола в мире в пять раз превышало потребление Pepsi. В 1989 году истекал срок действия договора между Pepsi и СССР, и американской стороне уже не хватало оплаты только в виде водки, тем более в контексте международных конфликтов, в которых участвовал СССР. В то время как Советский Союз переживал экономические трудности, Кэндалл нашел новое решение. По условиям обновленного договора, Pepsi с легкостью получила 20 военных кораблей от советского правительства. Конечно, технический уровень этих кораблей из-за отставания СССР был не очень высок, поэтому в цивилизованном мире они годились только на металлолом. Но если бы Pepsi тогда не удалось совершить эту сделку, то возможно, что часть этого хлама до сих пор была бы в составе военно-морских сил России. Так что спасибо Pepsi за то, что украинцам теперь меньше работы по переводу русских военных кораблей в металлолом. Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где вас ждут дополнительные видео и ролики до официальных премьер. Пользуйтесь функцией YouTube-спонсорства и обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры сделал DimaTorzok